Вот некоторые из сегодняшних тем. Правительство продлило на неделю срок действия зеленого и фиолетового стандартов. Хамас ведет поиски израильского агента, который сбежал из секретной тюрьмы в секторе ГАЗа. И скончался легендарный актер театра и кино Леонид Куравлев. Начинаем уже через несколько минут, а пока выпуск новостей. Я передаю слово Алие Садаковой. Алия, здравствуйте, эфир ваш. Добрый вечер, Борис. Большое спасибо. Эти и другие новости чуть более детально в ближайшие пять минут. По данным Минздрава, за минувшие выходные от коронавируса в Израиле скончались 40 человек. При этом продолжается рост числа тяжелобольных. Оно составило на сегодняшний день 1069 человек. Вместе с тем, коэффициент заболеваемости впервые с ноября минувшего года опустился ниже единицы, что показывает тенденцию к затуханию нынешней волны заболеваемости. И сегодня же правительство продлило еще на неделю срок действия зеленого и фиолетового стандартов. Против этой инициативы проголосовали министры от партии Тикваха Даша Гидон Сар и Ифат Шашебитен, а также представитель Мерец в правительстве Исауи Фрейдж. Между тем, в Германии поставлен антирекорд по количеству случаев COVID за сутки. Уже в Бундестаге начали обсуждать идею об обязательной вакцинации. Подробности. Германия впервые за все время пандемии превысила порог в 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Столько положительных тестов зафиксировали 27 января. При этом суточное количество смертей уменьшается. За последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составил 1017 случаев. На 76 случаев больше, чем неделей ранее. Антирекорд зафиксирован спустя два года после начала эпидемии в Германии. Первый случай заражения был выявлен у сотрудника компании Вебосто в Баварии. А больница в Мюнхене первой начала принимать пациентов с COVID. Медики вспоминают, что коронавирус был для них новым, совершенно незнакомым заболеванием. «В то время мы удивились, обнаружив лёгочную инфекцию у пациента. И именно тогда мы поняли, что это не обычная простудная болезнь, а нечто более серьёзное, и может наступать летальный исход». Между тем, врачи надеются, что худшие времена пандемии позади. «Конечно, мы волновались за персонал, беспокоились о финансировании, о том, сможет ли работать больница. Были взлёты и падения. Сейчас наступил такой период, когда многие очень устали. Но в то же время есть надежда, что это, возможно, последняя волна, и скоро всё закончится». На этой неделе в Бундестаге прошли предварительные обсуждения того, стоит ли вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Канцлер Олаф Шольц считает, что привиться должны все совершеннолетние. Однако в коалиционном правительстве мнения разделились. Окончательное решение должны принять в марте. Президент Израиля Исхак Герцог, прибывший сегодня с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, провёл переговоры с наследником престола ОАЭ, шейхом Мухаммедом Бензейдом. Среди прочего, Бензейд поблагодарил своего собеседника за помощь, оказанную Израилем после недавних атак на гражданские объекты Эмиратов. Имеется в виду обстрел баллистическими ракетами стратегических объектов ОАЭ, совершённый йеменскими шиитами. Президент Герцог со своей стороны отметил, что подобные встречи дают надежду на лучшее будущее всем народам Ближневосточного региона. Сегодня на заседании правительства министры попрощались с юридическим советником Айхай Мандельблитом, каденция которого завершается в нынешний вторник. Премьер Нафтали Беннет особо отметил его роль в юридической защите страны на международном уровне. Министр юстиции Гидон Сар и глава военного ведомства Бенни Ганс отметили, что Мандельблит продолжал защищать власть закона, несмотря на нападки со стороны лагеря Нетаньягу, связанные с тем, что юрсоветник предъявил официальное обвинение бывшему премьеру. Хамас опроверг сообщение о том, что палестинец, сбежавший вчера из секретной тюрьмы исламистов в Газе, смог перебраться на израильскую территорию. Речь идет о 35-летнем Шаабане Абу-Уде, арестованном за передачу Шабаку информации о диверсионных туннелях. Палестинец дожидался в тюрьме для приведения в исполнение смертного приговора. Израильские власти пока не комментируют информацию о побеге. С 1 февраля стоимость литра бензина с октановым числом 95 повысится на 35 огородов, составит 6 шекелей и 71 огород. В качестве причины названо повышение цен на нефть на мировых рынках. Отметим, что в начале нынешнего месяца стоимость бензина немного понизилась. И в Москве на 86-м году жизни скончался Леонид Куравлев. В этом месяце актер был госпитализирован с вирусной пневмонией, однако позже он был выписан. За свою жизнь актер снялся в 194 кинофильмах. Последние месяцы жизни Леонид Куравлев находился в частном доме-пансионате для пожилых людей. Леонид Куравлев